Я недавно прочитал книжку по поводу legacy кода и решил с вами поделиться с некоторыми технологиями и то, что мне показалось интересным в этой книжке. Эту книжку написал Джонтон Боккара, он ведет блог Fluence C++ и он написал эту книжку, она не ориентирована прямо еще по C++, здесь общее понятие, то есть здесь не ориентирован на конкретный язык. Но некоторые моменты мне показались довольно интересными, так как все работают с legacy кодом и все ставят первые, кто это написал. Это нормально, это у всех такая реакция на legacy код и перед тем, как начать ругаться, нужно подумать, тот человек, который писал этот legacy код, у него было достаточно знаний и были достаточно хорошие технологии в тот момент, когда это все писалось. Ну, например, на нашем проекте у нас очень много legacy кода, у нас проект больше 10 лет и, например, такой, как умный указатель и предыдущие разработчики этого не знали. Ну, много чего всякого, такого, которое можно сделать в новом C++. Также нужно вспомнить, что когда вы начинали разрабатывать, вы же тоже писали не очень хороший код и не стоит сразу жаловаться, что у меня legacy код, у меня очень плохой проект, у всех, у всех сталкиваются с legacy кодом. Перед тем, как его ругать, нужно попробовать, нужно попробовать его исправить и выделить, какие моменты лучше исправить. И ты не один, который работает с legacy кодом, на всех проектах есть какой-то код, который нужно было поправить, но не стоит прям сразу все править, это невозможно. Нужно сразу все поправить на хороший код. Нужно выделить, так сказать, максимизировать значение минимизированных затрат, то есть выделить, что он сам больше даст эффект, какой код, если его отрифактор даст больше пользы. И нужно понимать, когда печатся тесты, как больше они покрывают тот код, который будет отрифакторинг. То есть нужно стараться максимально покрыть изменения, которые будут в новом коде. И нужно учитывать также рефакторинг legacy кода. Ну и один из моментов, который сталкивается с legacy кодом, то, что нет документации. Документация, это, конечно, хорошо, но тоже не стоит прям все документировать. Мы, например, на нашем проекте, мы документируем только то, что нужно для понимания, потому что возникают проблемы с синхронизацией кода и документацией. Нужно также делиться с командой то, что было задокументировано. Мы, например, на нашем проекте делаем так. Кто-то написал какую-то страницу на конвенции, добавил нас в чат. Типа, ребята, я вот описал вот это, вот это. И потом там раз в месяц мы пересматриваем, что-то задокументировано, что-то задокументировано, и пытаемся шарить с остальными членами команды. Но основной момент в том, что не стоит прям все-все-все документировать. Нужно именно документировать поверхностное понимание, потому что внутренние детали, они могут изменяться. И один из моментов, когда у нас есть ифы, элсы, то нужно стараться пытаться их сбалансировать. Ну, например, видно, что у нас есть один иф, у него очень большая логика и такой маленький элс. Это довольно очень плохо для понимания. И вот, например, на нашем проекте это куча всего. Иф, огромное-огромное полотно, и там влс одна строчка. То есть вот такой вот пример, который стоит учитывать при работе с дилайкосик-ходом. Также нужно пытаться, ну, я понимаю, что нужно большую функцию разделить на маленькие функции, но иногда при чтении вашей полотны есть такие небольшие абзацы, которые можно для начала их сагоментировать, а потом вынести в нужные функции. Вот не вчитывая, не вчитывая в весь код, можно так хотя бы визуально понять, что можно вынести. И один из таких моментов, который был в книжке представлен, это, чтобы не учитываться, чтобы не читать всю функцию, можно понять, какие часто повторяемые слова в этой функции. То есть, например, у нас есть вот такая маленькая функция, и здесь статистика, сколько слов, как часто они повторяются. И даже не учитывая в тело этой функции, можно понять, что основное это типа нод, какая-то там мэп, ауто и так далее. То есть довольно такой метод позволяет легко разобраться в функции, которые нужно будет изучить. Еще один такой момент. Можно упростить саму функцию. То есть можно именно понять, где у нас идет цикл, как данные дальше изменяются. То есть, в данном примере у нас есть... Мы выводим только что у нас есть for, поэтому for есть какие-то if, also. И это намного проще понимать, что происходит. Еще один из методов — это flame-crops. Что они отображают? Можно запустить приложение и построить вот такую вот статистику. Сейчас видно мы. Я надеюсь, мой курсор видно. Что эта статистика показывает? Что у нас, допустим, есть main. Дальше у нас... Ну, это статистика системных вызовов на Linux. И у нас есть какая-то snap-функция. Мы видим, что там вызывалась какая-то system call. Она внутрь вызывала другие функции. И эту статистику можно зумить и смотреть, какой функции в основном больше вызывается. Это позволяет понять, какая функция одна из самых главных, с чего стоит анализировать приложение. Что самое главное там. Какие функции менее важны, какие более важны. При анализе legacy кода это довольно очень статистично помогает понять, что является самое главное в этом огромном полотне приложений. Ну, и есть куча разных тузов. Я взял такую одну из самых популярных. Есть тузы под Linux, MacOS, Windows и так далее. Ну, и также вот этот FlameGrams можно построить по выделению памяти. Ну, данный пример был для вызова функций в CPU. Также один из веселых методов это поставить уточку у себя на рабочем столе и общаться с уточкой. Да, это довольно очень веселый пример, но позволяет эмоционально разгрузить себя. Так сказать, перед тем, как кого-то спросить, спроси у уточки. Попробуй ей объяснить. У меня такая уточка стоит с конференцией, с одной. Ну, довольно весело и поднимает настроение. Ну, в принципе, все. Я пытался вынести основные моменты из этой книжки. Там основные тузы, которые там применяются. Так что, всем спасибо. Может, есть какие-то вопросы? Кто-то, может, кто-то на проекте поменял вот такие вот графики? Я так понимаю, нет. Так что, всем спасибо за внимание. Если кому-то интересно, эта книжка могу расшарить. Спасибо. 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 Продолжение следует...